Это рождественская история с Reddit и мы начинаем. Почему я больше никогда не праздную Рождество? Я больше не праздную Рождество, как и члены моей семьи, хотя раньше мы его отмечали. Еще в детстве, примерно лет до десяти, родители украшали дом каждый год и к нам приезжали все родственники. Не знаю точно, чем занимался мой отец, лишь знаю, что он работал на правительство и это довольно хорошо оплачивалось. Наш трехэтажный дом с бассейном на заднем дворе скорее считался особняком. И обычно большинство комнат пустовало, если только я не приглашал друзей поиграть в прятки. Но с 23 декабря и до самого Нового года их заполняли многочисленные гости. На самом деле, как только мы размещали всех гостей по спальням, оставалось всего четыре свободных комнаты, не считая ванных. Кухню наполняли повара и не пускали туда никого под страхом смерти. В малую столовую обычно родители переносили мешающие хрупкие и дорогие вещи, а гостиную наполняли мамы, папы, тети, бабушки и дедушки, которые болтали и пили вино, пока на заднем плане телевизор вещал последние новости. Так что нам, детям, оставалась только игровая комната, где хранились все мои игрушки. На самом деле, нам с друзьями нравилось проводить там время, но когда собирается группа детей разного возраста, то приходится выбирать игру, которая подходит для самого младшего ребенка. А так как тетя Лили родила поздно, то старше из ее детей было всего пять. Так что мама разрешала нам посмотреть лишь мультик про паровозы, Томас и друзья. И неудивительно, что через какое-то время, услышав первые звуки мелодии с заставки, мне хотелось оторвать себе уши. Поэтому я старался проводить побольше времени вне дома, но у моих друзей находились свои планы, так что надолго задерживаться у них не получалось. Оставалось лишь попробовать присоединиться к старшим кузенам, но это не всегда выходило. Если не считать тетю Лили, то у всех братьев и сестер моих родителей старшие дети родились еще раньше меня, так что большинство моих кузенов и кузин уже перешли в подростковый возраст. Девочки обычно занимали какой-нибудь уголок и без умолку болтали о косметике и парнях, а мальчики в другом углу обсуждали футбол и девчонок. Поэтому любая моя попытка присоединиться к ним обычно заканчивалась криком «Ты еще слишком маленький, иди поиграй в машинки!». Правда, то, что мне удавалось услышать из их разговоров, мне казалось совершенно неинтересно. В итоге мне приходилось либо собирать в одиночестве наборы Лего, либо читать книгу. Но в конечном счете мне все равно становилось скучно. В то последнее Рождество я решил, что с меня хватит, и вышел из игровой, чтобы посидеть в гостиной со взрослыми. Поначалу они не особо возражали против моего присутствия, но после парочки моих вопросов типа «А кто это?» или «А что это означает?» или «А почему все смеются? Я ничего не понял». Терпение взрослых иссякло. А когда мой двоюродный дедушка начал рассказывать историю о медсестре, с которой познакомился на войне, которая, по его словам, всегда подслащивала его не только чай с сахаром, но и ночи, папа предложил мне вернуться в игровую. По какой-то причине это обидело меня. Так что я, как настоящая королева драмы, крикнул «Ну и ладно!» «Раз вы не хотите, чтобы я был здесь!» А затем направился к выходу, яростно размахивая руками. И по пути нечаянно опрокинул бокал красного вина на бледно-голубое платье бабушки. Меня тут же отправили в комнату. Лежа на кровати, я тоскливо глядел в окно на рождественские украшения, которые сияли у соседского дома. Они украсили крышу и стену, а еще поставили светящихся оленей на лужайку. Правда, у одного из них что-то случилось с лампочками, так что казалось, что он без головы. И тут я понял, что ненавижу Рождество. Проводить время с родственниками скучно, друзьям было не до меня, еда ужасная. Я в детстве терпеть не мог брюссельскую капусту и картофельное пюре. И все это точно не стоило подарков. А вдобавок меня отправили в свою комнату, в сочельник, еще до ужина. Я отвернулся от окна и осмотрел комнату в поисках какого-нибудь занятия. Но большинство игрушек находилось в игровой. Я попробовал почитать одну из книг, но через какое-то время отшвырнул ее от злости. Она с хлопком ударилась о стену, и я тут же задался вопросом, услышали ли родители и прибегут ли сейчас в мою комнату, чтобы посмотреть, что случилось. Меня уже наказали, отправив в комнату, не хотелось бы лишиться еще и рождественских подарков. Проведя несколько тревожных минут в тишине, я наконец решил, что никто сюда не придет. Да им плевать на меня. Возник голос у меня в голове, ведь книга очень громко ударилась о стену. Да и откуда им знать, что это книга? Представь, на тебя бы упал стеллаж и ударил по голове. Это лежал бы сейчас посреди комнаты, истекая кровью, они бы и дальше слушали истории дедушки Тома о войне. Я сжал кулаки, пытаясь отыскать что-нибудь, что можно было бы ударить. Но на глаза попался лишь блокнот, лежащий на столе. Я вырвал из него листок, нашел под кроватью маленький огрызок карандаша и начал писать. Дорогой Санта, я выплескивал на бумагу всю свою ярость, отчего даже порвал ее в нескольких местах, а через пару мгновений отбросил карандаш в сторону и посмотрел на свое послание. Вот только оно вышло не таким уж красивым. Один край, где я оторвал листок от блокнота, выглядел неряшливым, а почерк десятилетнего ребенка оставлял желать лучшего. Тем не менее, я мог прочитать письмо и не сомневался, что и Санта сможет. Вот только оставалось решить, куда его девать. У каждой семьи существует своя традиция того, что нужно сделать, чтобы письмо дошло Санта-Клаусу. Меня учили, что нужно бросить письмо в камин, чтобы оно сгорело и вместе с дымом отправилось на Северный полюс. Некоторые доставляли письмо по почте, а большинство подростков просто передавали его родителям. Но ни один из этих вариантов не подходил мне сейчас. У меня в комнате не было камина, да и отдать письмо родителям я не мог. Так что просто сунул свое послание в коробку из-под одной из настольных игр, намереваясь сжечь его на следующий день. Помню, еще в тот момент я подумал, так всем и надо. Но меня не оставили проводить сочельник в своей комнате. Уже через полчаса ко мне поднялась мама, чтобы позвать на ужин. Я даже осилил несколько вилков брюссельской капусты и пару ложек пюре. Зато съел большую порцию йоркширского пудинга и сосисок в тесте, который очень любил. А потом вся семья уселась в гостиной, чтобы посмотреть один дома. К вечеру я совершенно забыл о письме. На следующее утро, как и каждое Рождество, что мы праздновали в этом доме, я вбежал в спальню родителей и прыгнул к ним на кровать, призывая их поскорее проснуться и пойти кушать. Только они никак не хотели открывать глаза. Я прыгал минут 10, хотя обычно они не разрешали мне сделать и пары прыжков, потому что боялись, что кровать не выдержит моего увеличивающегося с каждым годом веса и велели мне убираться отсюда. Только когда мама скатилась с кровати и даже не вскрикнув упала лицом на пол, я понял, что что-то не так. А когда включил свет, то осознал, что родители мертвы. Их кожа посерела, а тела напоминали сломанных кукол. И, помимо этого, на их шеях виднелись темные синяки. Вырвавшийся у меня крик перебудил всех родственников, и меня тут же вытащили из комнаты, а один из дядей позвонил в службу спасения. Стоит ли говорить, что в том году все рождественские празднования отменили. После того, как уехала скорая, я сидел в своей комнате, смотрел на соседских оленей и задавался вопросом, очнусь ли я когда-нибудь от этого кошмара. Похороны прошли перед самым Новым годом, а после этого я переехал к тете Лили и дяде Кевину. Они жили в том же районе, так что мне не пришлось переводиться из школы. Правда, мне уже не хотелось проводить столько времени с друзьями, как раньше. Я потерялся в собственном горе. Конечно, со временем мне удавалось выбраться из тумана печали. Я перестал плакать каждый раз, когда что-то напоминало мне о маме и папе, а затем научился вновь смеяться и даже почувствовал себя счастливым. Я вновь начал общаться со старыми друзьями и даже завел новых. Закончил школу, устроился на хорошую работу, женился на девушке своей мечты, и у нас родилась красавица-дочка. Я счастлив. Но с того злополучного дня больше никогда не праздновал Рождество. Я думаю, из уважения ко мне дядя и тетя никогда не придавали этому празднику большого значения. Они ставили елку и дарили несколько подарков своим детям, но никогда не навязывались мне. Многие годы меня преследовал настоящий страх Рождества. Мне было настолько плохо, что учителя придумывали липовые причины, чтобы отправить меня из класса или просто отпускали домой, когда остальные дети садились делать рождественские открытки или украшения, потому что однажды во время такого задания меня вырвало прямо в классе. Но даже преодолев свой страх, я все еще вздрагивал, если видел изображение Санта-Клауса. И моему психотерапевту потребовалось много времени, чтобы понять истинную причину этого. А вот мне все казалось логичным. Моих родителей убили в канун Рождества, а Санта приходит именно в это время. Так что я не сомневался. Моих родителей убил Санта-Клаус. К тому же полицейские так и не поймали убийцу, а вскоре и вовсе закрыли дело. Однако меня уверяли, что это не Санта-Клаус, ведь он не существует. После рождения моей дорогой Саманты, жена Мелани начала праздновать с ней Рождество. Но я не участвовал в этом. Обычно они вдвоем уезжали к родителям Мелани, а я оставался дома, радуясь, что мои детские травмы не испортили праздника дочери. И вот сегодня Мелани упомянула, что ее родители любят настольные игры, а больше всего змеи и лестницы. Они планировали играть все праздники. И представь мое удивление, когда мама сказала, что они не нашли игру. С шутливым возмущением сказала Мелани. Ей казалось забавным, что ее родители не могли отыскать коробку с их любимой игрой. И это по какой-то причине не давало мне покоя все утро. И лишь спустя несколько часов, когда Мелани повезла Саманту в садик, а потом отправилась на работу, я вспомнил, что у меня есть игра «Змеи и лестницы». Ну или, по крайней мере, у моих дяди и тети. Переехав к ним, я забрал из дома все свои игрушки, но большинство из них отправились на чердак, потому что мне не хотелось с ними играть. А к тому времени, когда я наконец перестал горевать, я уже вырос из большинства игр. Так что они, скорее всего, находятся на чердаке. Я позвонил тете и дяде и спросил, могу ли приехать, чтобы покопаться в своих вещах, потому что собираюсь сделать рождественский сюрприз для Саманта и Мелани. Они, конечно же, согласились. Тетя Лиля просто обожает Саманту. Найти свои вещи оказалось довольно легко. Дядя приверженец чистоты, и чердак не исключение. Здесь не найти паутины и старых переполненных коробок, потому что еще когда мне было 13 лет, дядя Кевин посвятил все лето тому, чтобы установить здесь хорошее освещение и расставить вещи в алфавитном порядке. Каждая коробка была аккуратно подписана и установлена на полку, и мне почти сразу попались те, на которых изначалось «Вещи Алана». Перерыв две коробки, я в итоге наткнулся на то, что искал. Вот только вид игры вызвал у меня разочарование. Она выглядела совсем не так, как в последний раз, когда я играл с ней. Я просто не учел время, что игра провела сначала под моей кроватью, а затем на чердаке в старой коробке. Упаковка из-под самой игры выцвела, отчего удавалось различить лишь смутные очертания одной из змей, а еще пахло так, словно заплесневело. Я осторожно взглянул внутрь, ожидая увидеть грибы или паутину с пауками, но нашел лишь старый клочок бумаги, вырванный из блокнота. Я давно позабыл о том письме Санте, но воспоминания нахлынули вновь при виде него. Про мою выходку, про то, как писал послание, сколько злости вкладывал в свои слова. Детский почерк едва удавалось различить, но мне не потребовалось читать, чтобы вспомнить, что там было написано. Я знаю, что Санта не мог убить моих родителей. Знаю, что он не существует, но сейчас задался вопросом, читал ли он мое письмо, потому что в тот вечер я написал. Дорогой Санта, я хотел, чтобы мне никогда больше не пришлось отмечать Рождество. Не забывай подписаться и поставить лайк под роликом, если тебе нравятся подобные рассказы и подача. Всех с наступающим Новым Годом и до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok